всем здравствуйте с вами вместо репетитора елена викторовна сегодня мы поговорим про предлог но сначала выполним словарную работу сейчас будем вписывать слова первое слово пишите с большой буквы остальные с маленькой через запятую если это словарные слова то ставите ударение подчеркиваете букву в написании которой можно допустить ошибку то есть орфограмм приготовились начинаем записывать арбуз проверим пятница проверим трамвай автобус четверг молодцы скажите пожалуйста какое из этих слов не является словарным как можно проверить орфограммы на конце слова обратите внимание слово арбуз автобус четверг как называется эта орфограмма и как можно подобрать проверочное слово выполните задание подберите проверочные слова слову арбуз автобус четверг а в комментариях напишите какая это орфограмма работаем далее следующее задание нужно нужно списать слова вставляя пропущенные буквы там где возможно находим проверочные слова если это словарное слово то подчеркиваем букву написание которой нужно запомнить выполняем задание письменно проверим слово обувь парный согласный нужно написать букву в проверочное слово например нет обуви лошадка без ударный гласный о проверочное слово лошадь тропинка без ударный гласный о проверочное слово тропка линейка Линейка. Безударный гласный И. Проверочное слово ЛИНИЯ. Морщинка. Безударный гласный О. Проверочное слово МОРСЧИТСЯ. Посмотрите внимательно на все эти слова. Скажите, какое слово лишнее. Напишите мне об этом в комментариях. Не забудьте подобрать проверочные слова и правильно выделить орфограмму. Работаем дальше. Сейчас мы с вами узнаем, что такое предлог. Послушайте внимательно информацию Ивана Ивановича Самовара. Слова за, на, над, у, в, к, под – это предлоги. Предлоги не обозначают предметы, признаки или действия. Но их роль в общении очень велика. Предлоги связывают слова друг с другом по смыслу. Давайте прочитаем стихотворение поэта Михаила Исаковского, из которого исчезли все предлоги. А теперь добавим в стихотворение маленькие слова, предлоги. Осторожно ветер из калитки вышел. Постучал в окошко, прошуршал по крыше. Только с предлогами стихотворение обрело смысл. Предлоги пишутся со словами раздельно. Из калитки, в окошко, по крыше. Ведь предлог – это самостоятельное слово, хоть и короткое. Нельзя путать предлоги и приставки, хотя они бывают и похожи. Приставка – это часть слова. Она пишется со словом слитно. Отскочить, влететь, подбежать. Предлог – это самостоятельное слово, которое пишется с другими словами раздельно. Между предлогом и словом можно вставить другое слово. От дома – от моего дома. В школе – в нашей школе. Вы прослушали информацию Ивана Ивановича. Сейчас выполним несколько упражнений. Задание первое. Нужно различить, где предлог, а где приставка. Разделите мысли на тетрадь на два столбика. Первый столбик назовите «приставка». Второй столбик – «предлог». Запишите слова по столбикам. Первый столбик с приставкой. Помните, что приставка пишется слитно. Во второй столбик с предлогом. Предлоги со словами пишутся отдельно. Между предлогом и словом можно вставить другое слово или вопрос. Будьте внимательны. Выполняйте задание письменно. Добавляйте задание письменно. Проверим. Слова с приставками. «В лес». Выделите приставку. «Изловить». «Доплыл». «Вбежал». Приставки со словами пишутся слитно. Приставку выделите. «Предлоги». Предлоги из дома. Обведите предлог в кружочек. «В лесу». «В дом». «До утра». Обведите кружок в кружок предлог, а приставку подчеркните. Сегодня мы с вами поговорили про предлог и приставку. Также услышали, что предлоги – это самостоятельная часть речи, которая служит для связи слов в предложении. С вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого доброго, до новых встреч!